Меня зовут Лобанова Елена Викторовна, мне 28 лет, я замужем, у меня двое детей. Идея родилась следующим образом, когда-то я написала себе что-то типа карты желаний, и там было, что я хочу такой приз большой, классный, это стол из эпоксидной смолы. Я мечтала, что у меня будет большая кухня, но небольшой стол, ну и большая семья, ну такая мечта. Вот стол, супруг, который сделал для меня в день рождения с него, и началась вся идея нашего столярного дела. И я пошла перед Новым годом делать маникюр. И там девушка мне рассказывает, что есть вот такая штука, как социальный контракт, что можно получить средства в помощь на развитие собственного бизнеса. Ну сначала, конечно, мы прочитали об этом в интернете, на госуслугах, но решили, что надо пойти уточнить, ну, вин-вин у человека, вообще, насколько это реально в нашем регионе, насколько в нашей соцзащите этим занимаются. В общем, мы сходили, проконсультировались, нам все рассказали, и мы начали готовиться. Соцконтракт нам одобрили, большое спасибо за это администрации, соцзащите и нашему государству, которые это все придумали. И мы купили этот станок, и после этого уже построили помещение специальное, чтобы это все было рядом с домом, чтобы выходные и в свободное время муж мог этим заниматься. Большим плюсом социального контракта явилось то, что мы заранее продумывали бизнес-план, и было понятно, на что мы потратим средства. Мы выбрали станок, который хотим приобрести, заранее написали продавцу и зафиксировали цену. Мы сказали, что у нас будет сумма в определенной даты, и нам заморозили цену. Самое интересное, что это происходило, ну, вот, 22-й год, вот это все нестабильно, и цены скакали очень сильно, он дорожал в два раза, дешевел немного, вот, но мы зафиксировали цену, и согласно социальному контракту, именно за эту сумму, купили станок и расходные материалы, самолу и фрезы для данного станка. Крайнее изделие, которое мы изготовили, это барная стойка в местное Уватское кафе. Она большая такая, пятиметровая штуковина, вот, даже не из цельного дерева, мы ее собирали как пазл. И она толстая, в ней, получается, кофейные зерна, кофейные чашки, и нужно было сделать толстый слой, чтобы все это вместилось и выглядело красиво. Мы сейчас, да, в своей мастерской можем изготовить более 20 единиц разного ассортимента из дерева и смолы. Мы активно развиваем свое сообщество ВКонтакте, его же мы используем для рекламы, для продвижения своих товаров, размещаем рекламу в сообществах и также используем таргетированную рекламу ВКонтакте. Вот, эта реклама приносит нам новых клиентов, позволяет нам развивать свою узнаваемость. Я могу сказать, что, конечно же, с каждым месяцем доход растет и наша узнаваемость растет, потому что чем больше изделий ты изготавливаешь, как правило, в таких вопросах происходит сарафанное радио, потому что как возникли первые заказы, люди приходили, видели мой стол, который муж сделал для меня и говорили, блин, как классно, я хочу тоже такой, потому что это красиво, эстетично и то же самое происходит дальше. С каждым новым клиентом, ну, отпочковываются еще два, да, потому что там, ну, женщина заказала себе обеденный стол, к ней пришли подружки на день рождения, увидели и тоже хотят что-то подобное, начинают писать, если мы договариваемся по цене, то, ну, появляется новый заказ. Руками именно работает мой супруг, у нас это семейный такой подряд, я занимаюсь продвижением, развитием, продажами, он занимается изготовлением. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok